Всем привет! Сегодня мы приехали в ковбойский магазин по поводу наступающего моего дня рождения, чтобы подобрать мне в качестве подарка ковбойские сапоги. Если вам интересно посмотреть на ковбойскую одежду, обувь и шляпу, пошли с нами! Пойдем походим, посмотрим товары. Что здесь продают и почем, просто посмотрим. Никогда в таком не было магазине. Твоя кухня пряниками? Пряниками? Нет, это кожей пахнет. Мне бы там пахнуть пряниками, честно. Эй, кожей? Кожей, да. Прикольные такие сумочки. Смотри, какие ремни. Ты не хочешь всего ремень ковбойский? Минь. Это алмазы? Минь, знаки. Стразы. Стразы. Семьдесят долларов. Стикрышечка. Такое, что? Шестьдесят долларов. Ну, прикольно, красиво такое, вот тоже мне нравится. Какое красивое. Минь, нравится такие? Такие? Да. Такие красивые ремни. Такие в детстве. Такие примерочки. Примерочные, прикольные какие. Такие? Не, ну, интересно. Сумки из кожи такие. Засулки из шерсти. Шерсти, ты думаешь? Как будто искусственная шерсть. Стоит четырнадцать такая. О, это шерсть такая, штральная. Это на клиренсе майки. Интересно, сколько на скидках майки. Четырнадцать на скидку. Ну, нормально, наверное. Слышишь? Четырнадцать долларов на клиренсе этой майки. Это для женской, Женя. Ну, потом мужской зайдем, тебе дадим померить. Ярослав, мне ходить, да, с камерой? Мама. Ай, на Лису, посмотри на папу. Мам, я думаю, это их нужно на боку вот так носить. Нет, нет, Алиса. Нет, нет. У меня это Алиса, тут танцует. Ну, мне не надо назвать берет. Я говорю, это не берет. Джинсы с семьдесят два доллара. Мам, шапку подходит. Шапки подходят, да. Деньсы проходит. Мам, мне надо купить здесь одну сапочку. Тебе сапочка, это взрослые, женские. Алиса, тебе что еще? Вы сказали, что сидит с твоей командой. Восемьдесят восемь долларов в джинсах. Мам, ну там где, что-то сапочка. Сберут просто-то прямые. Где это? Двенадцать долларов в этой штучке. О, хороший такой подарок. Какая-то шерсть. Он мне покровится, зоно? Браслет для часов, причем для этих. Для вот этих. Ну, для плоских часов, да. Может быть, оно влезет и в обычное, но выглядит как это. Не, написано для использования с Apple Watch. Прикольно. В принципе, здесь они нарисованы, действительно. Что? Угу. А сколько такие вот, которые срезаны для Apple Watch? Ну, прикольно же. Где цена? Покуши. Пятьдесят баксов. Пятьдесят? Да. Ну, интересно же, скорее. Такого нигде не купишь. Ааа. Пойдемте, я подойду. А, ну, изранила металку, что такое, да. Слушай, эти роды. Красивые. Не знаю. А, 18 долларов. Ой. Ой, ерочки. А, Серег, мам, тебе сережки, может, такие красивые? А, может, тебе, мам, только ожирили и сережки. Сережки? Да? Красивые? Угу. 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 А, стес, треск. Эх, все. Слушай, все примеряю, да. Да, стес. Ой, все, все, все. Ну, здесь нам нравится. Мамку нравится. Все. Смотри, чистка. Угу. Все, мы пошли по сапогам. Так. Надо найти то, что мне нравится и искать размер. Да. Пройди, посмотри, что будет вообще. Я смотрела на сайте, ну, возможные варианты, чтобы мне присмотрелось. Так, надо посмотреть на них вживую. 80 такие. У меня есть красные. За 184. А, ну, у них совесть есть. Что? У них совесть есть, они за сережки даже 13 баксов просят. Извините, это сережка, это недорого. Это сережка. Это сапоги сто... Это нормальная цена, Женя. Это сапогов? Да. Для меня это просто трата денег. Для меня? Это сейчас трата денег. А на игрушки 100 долларов это не трата денег. На игрушки я могу потратить. Не коплю. Это сапоги. Да. Это сапоги. Не коплю. Да. И вот. А, смотри на такую. А мне будет восемь с половиной. Далеко можно не ходить здесь. А как это просто значит для этого? Не знаю, как правильно. А тут что? Тут со стразами. Наша скидка даже минус 20 долларов. 189, 209. 259. Тут уже покороче ботиночки. Пока я еще что-то не присмотрелась ночью. Там уже короткие. Там маленькие размеры. Навыбирала я себе несколько пар обувь. Сейчас начнется примерка. Я не влажу. Вылазь только. Слушай, они же широкие, я в них не влажу. Ну значит они не широкие. В петельку и натягиваются. В петельку и натягиваются. Все. Вам не нужно смотреть. Уважаемый мальчик. Музыка. Уважаемый мальчик. Музыка. Сюда. Уважаемый мальчик. Музыка. Уважаемый мальчик. Я не знаю, как они будут. О, неплохо. Нет, хорошо. Маш, попова. Какая-то непонятная штука снимать с агази. Вон какой-нибудь. Как-то все немодельно запаливается. А не ставьте 5 минут. Те сапоги, которые мы выбрали, первые, которые такие более заложенные у нас, она же продавщица прибежала и забрала на кассу упаковывать. Мы еще думаем взять такую вот штуку для того, чтобы снимать сапог. Я не знаю, может какой-нибудь такой светленький? Да-да. Бери, это к себе решать. Да, светленький возьму. Бери. Ну давай, она одна. Вот такой вот. Сколько? 14 долларов? 14 с половиной, да. Все, пойдем, сейчас пройдемся. Наверное, сходим мужской отдел, да? Померя шляпу. Померя шляпу. Ну, посмотрим, да. А может я еще что-нибудь даю? Да, придется. Тебе не надо. Ну, пойдем посмотрим, что здесь есть. Надеюсь, тапочки дают. Тапочки. Давайте выйдем, где-нибудь там. Посередине, да? Люди мне сядут. Тапки. Какой это? Что это? Здесь здесь маленьких детей облицов. Ааа, дойдет-дойдет. Ты бы даже сказал что-то ху, ты-хуху-хуху. Да новорожденный. А, какой-то понадереж, да? Шляпу. Ну, Женя, можешь тут померясь шляпу? Они хоть и маленькие, детские. Вот это слишком легкая. Тебя одна, кстати, уже дома лежит, ты какой-то взял. Можешь? Нет, но... Почему тебе это? Тебе это тоже маленько, это, наверное, для бэби совсем малышей. Вот так, мне голова елена. А тут почему детская зона? А? Детская зона. Да. Алис, пойдем-то ходим. А ты мне шапку купить. Шапку? Куда ты будешь уносить шапку? Шапку. И для детей куча-куча сапог. Вот есть двойка. Можешь попробовать двойку? Мы сначала разберемся с твоим размером. Он даже с розовым здесь. Вот такие с розовыми. Одиннадцать. На носочки. Ну? Да. Это двойка? Значит, нам такую же, надо только тройку. Да, и широкая вот здесь очень. Ну, это модель никакая. Вот размер. Вот такой, смотри, только тройка, чтобы была. Этого есть? Нет, три. Да, три Д. Ну, померяй, три Д. За что? Ну, пойдемте с размером, который мы можем. Ну, что по размеру? Тройка нормальная по размеру? Да. 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 Только широкий. Детские по 30 долларов. И костюмчики прикольные. Рубашечки. Джинсы. Ну, мы сегодня детям ничего не покупаем, так просто ходим сегодня. Главное. Этот я, он розовый, тут детские шляпки красивые. И ремни тоже детские шляпки. Ну, и детские пряжки красивые какие-то все. Это что, для детей? Да. А мне можно? И носа что-нибудь. Джинсы? Нет, но у него есть джинсы. Да, да. Сколько купить? Давайте сегодня маме. Ну, хорошо, выбери какой-нибудь, кто тебе нравится. Да. Смотри, цену, хотя бы. Для начала, потом цену. А у меня нет джинсов? Явно не такой. Ну, это значит, что-то неинтересное. А у меня есть джинсы? Алис, подожди. Вот такой, да. Мама. Мама. Звуча. Звуча равняется. А сапожа побежит. Ну, так, посмотрите. Где цены? Где цены? Вон, 32 доллара. Ой. Давайте не сейчас. Сегодня маме что-то еще посмотрим. Посмотрим просто, чтобы хотя бы знать. Такой тоже классный. Такой вообще 42. Да. Мы никогда в таком магазине не были. Нам надо присмотреться. Потом дома обдумать все. Ты пойдешь смотреться сапоги? Нет? Нет. Ну, ладно. Может быть, какой-нибудь дядь не померишь, чтобы быть, какой-нибудь дядь не померишь. Размеры ты видишь? Пока не вижу. Да тоже пока. Ну, пошли. А я брондау. Вот. Там 12 и вижу. Ага. А тут уже тапки пошли. По мечтам. А что мне? Восемь с половиной денег, да? Семь с половиной восемь, по-моему. Ярослав тоже решил примерить. Хотя бы разобраться с размером. Восьмерки. Себе просто всегда еще тупо пошире. Ой. Тут кошка не где-то? Не знаю. Я их не сниму. То есть маленькие. По ширине маленькие. Курточки еще продаются. Рубашки, майки. Залетки. Рубашки. Пятьдесят восемь долларов. Пятьдесят восемь долларов. А папа готов! Ну, что ты будешь? Рабочие сапоги тоже, как копойские сапоги. Такие здоровые. Легчатки. Ну, это как рабочие все. Дядька Чумаза. Ну то есть, ну да, вот, знаешь, ранчер. Ранчер, колхозник. Куточки такие смешные. Ого, прикольный материал. Вот она такая. Такая рабочая тоже вся роба. Роба, спецодезда. Мужские, тоже всякие разные ремни красивые. Очень много людей, поэтому... Прикольно, прикольно сделано. За стеклом всякие кожаные штучки и пряжки. Рога, черепа. Да, что-то, что-то классно. Прикольно, они смотрят, и сейчас что-то не скажут, а я ничего не пойму. За колон. Это же женские фолькшточки. За драгоценности, что ли. На серебро похоже, не знаю, правда, нет. На штуки 60 доноров 90. Что-то стоит. И прикольно, красиво такие вот чляпы, да? На штуке 60 доноровые. Когда выпускает две Слушай, что? Там все 7. 7,5. А цены есть 80, есть 165. А есть 80. Ну, все равно не чувствуется, что она мне это. Что... Не чувствуется, что она мне нормально села. Как-то... Шарик. Они почему-то все семерки. Может, у нас тут разминка все? Вот, по-моему, она большая. Они тоже все семерки. Шляпа, которая стоит тысячу баксов. Смотри. Ну, вот так. 7,5. 7,5, 8. Шляпа за тысячу долларов, за пятьсот шестьдесят, за девятьсот. Хочешь быть шариком? Тут другая штука. Она по диаметру нормальная. Я уже головой упираюсь в этот. Может быть, я их неправильно одеваю. Ну, то есть сюда, вот в эти изгибы. Может быть, я неправильно их все-таки одеваю. Вот такой у нас сегодня поход по ковбойскому магазину. Не знаю, получилось ли у нас интересно снять, потому что магазин первый раз. Мы там сами путаемся, не знаем, что нам надо. Плюс еще дети под рукой топчутся, но это уже домой хотят. Вот. В итоге мы выбрали сапоги, которые мне стоят 199 долларов. Взяли под ножку для того, чтобы снимать обувь. Помимо этого, еще Ярослав помирил шляпы, Алиса помирила сапоги. Может, еще надо будет не один раз походить и спокойно что-нибудь интересное посмотреть. Вот. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, отпишите комментарии. Всех обнимаем и пока-пока.